Воды нет и в одном из районов Павлодара. Причем водопровод там новый. Люди уже неделю не могут элементарно помыться. Вода бежит так плохо, что местные уже начали копать колодцы. И это при том, что строительство новых коммуникаций обошлось бюджету почти в 700 миллионов тенге. Майя Шуакбаева попробовала полить огород из этого водопровода. Ну вот сейчас бежит вода у нас. Ночью воды не было совершенно. Галина Николаевна караулит воду из крана. Улучшает момент, чтобы наполнить кастрюли бутылки, помыться и приготовить еду. Новый водопровод построили почти три года назад. Зимой он работал исправно, а летом появились проблемы. Галина Николаевна, как и другие жители железнодорожного поселка, поливает огород из нового водопровода практически тайком. Обслуживающая компания строго-настрого запретила использовать эту воду в технических целях. Но даже при этом напор в новых коммуникациях. Вот такой. Люди все равно, даже под страхом отключения от коммуникации, набирают воду в чаны. Другого источника воды у них нет. Нам поливать нельзя. Воды нету никакой. Никакой воды нет. А поливать-то чем-то надо. Мы огороды насадили. Вот так вот. Вот сейчас все стоит и сохнет. Ну за вот эти набранные даже. Вот нам сказали, за них даже будут штрафовать нас. Нам вот так прям в прямом смысле так и сказали. Мадина намучилась без воды так, что накануне поставила себе скважину. И сегодня впервые за неделю убрала дом, помыла себя и детей. Мы сейчас вообще сидим в принципе без воды. Уже шестой день люди сидят официально без воды. Такой водопровод нам не нужен, потому что нам нельзя элементарно поливать огород. А я хочу иметь не то, что там три грядочки. Я хочу 10 грядок иметь. То, что я хочу. У меня есть участок, я хочу весь его засадить. Я не должна у Акимата спрашивать. В поселке Железнодорожный был водопровод, но зимой он перемерзал. А новый водопровод за 650 миллионов тенге не работает летом. Люди массово бурят скважины и колодцы. Будем скважину бурить из-за этого. Вот я вот звонил сам лично, мне сказали 15 тысяч метров. Это мне почти пол ляма надо. Это только, чтобы скважину пробить. В Акимате поясняют, хозбитовая вода в водопроводе только для питья. Да и когда объект проектировали, в поселке население было меньше. Насосы качают воду из двух полукилометровых скважин. Но он не успевает ее очищать. У нас проблема с очистным сооружением. То есть в свое время, в 2018 году, у нас был построен один модуль с определенной производительностью. Это в то время было достаточно, а сегодняшнее этого недостаточно. Вот чтобы куб воды очистить, мы прилагаем столько усилий, а это просто берется, шланг, богород бросается и вся работа наша на сморку. Ладно, если бы хватало, вопросов может быть и не было бы. Но ее не хватает катастрофически. На собрании, за час до которого людям дали воду, решили. Сервисная компания купит еще один очистной модуль. Процедуру государственных закупок надеются провести в августе. А до того времени сельчанам рекомендуют поливать огороды водой из скважин. А тем, у кого их нет, видимо, придется копать. Майя Шуакбаева, Асхат Амамбеков, Павлодар, Первый канал Евразия.